Хотите сладкой театральной жизни? Добро пожаловать в «Шоколад». Сегодня у нас в студии Павел Сыров, руководителем межрегионального фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад». Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, фестивалю уже 14 лет. За это время сменилось много участников, руководителей, выросли дети, ушли из команды. Как развивался фестиваль вообще? С чего началось? И в какой момент попали вы в его команду? Ну, фестиваль начинался интересно. У истоков фестиваля стоит до сих пор театральная студия «Ваганты», основанная Чуркина Роман Валерьевичем, которая непосредственно принимает участие в организации фестиваля. Дети не только занимаются театром, но и организовывают. Когда-то первые ребята, которые ходили в студию, захотели, съездили на фестиваль в город Рязань, посмотрели, что фестиваль-то круто, почему такого бы не сделать у Владимира, и решили, мистер Роман Валерьевич, давайте попробуем. Самое интересное, это как выбиралось название, потому что в голову лезли разные названия, но общего не было. И было предложено, давайте на сайте, который рандомное название придумывает, в объем два слова «Дети» и «Театр». И вот из перечисленных вариантов, которые предложила система, был шоколад. А почему бы и нет? Шоколад – это вкусно, шоколад – это про детей, шоколад немножко связан с театром. За 14 лет было пройдено все. Прошли с низов с 8 спектаклей в неделю до 25 спектаклей в неделю. У нас фестиваль делится на предфестивальную неделю, на которой мы отсматриваем коллективы школьных образовательных учреждений и учреждений основного образования, то есть школы, школьные театральные коллективы, и основная неделя. Туда приезжают ребята из области, из разных уголков нашей страны. В этом году география фестиваля расширилась, к нам приехали ребята, будут приезжать ребята из разных уголков страны, из Свердловской области, из Донецкой Народной Республики. Как вы попали в шоколад? А, это было 10 лет назад, я тогда учился в 8 классе и узнал, что в городе Владимире проходит такое интересное мероприятие, как театральный фестиваль. Мне было интересно, хотя я был далеко не театрал, но мне хотелось посмотреть. На третий фестиваль, он тогда проходил на базе первой школы города Владимира, в центре, который находится. Мы пришли, с моей сестрой посмотрели, как ребята двигаются, как что-то интересного, не только спектакли, но и внутреннюю жизнь посмотрели. Мне очень захотелось поучаствовать, на следующий год я связался с Роман Валерьевичем, он пригласил меня. И так я и попал на фестиваль. Начинал я с творческой мастерской, у нас фестиваль делится на несколько мастерских, и творческая мастерская, мастерская средств массовой информации, и техническая мастерская, мастерская детского жюри. Я начинал с мастерской средств массовой информации, прошу прощения, писал посты, лицензии, мы выпускали газету, фотографировали, всего понемногу. В тот год мне очень понравилось, я захотел вернуться, и вот так возвращался снова и снова. Вот теперь я связался в свою жизнь с фестивалем. Какая сегодня вообще команда, которая работает над фестивалем? Ну сейчас это ребята из театральной студии Вагант, которая до сих пор существует, ее уже возглавляют два человека. Педагог, организатор школы, в которой я работаю, 22-й, Селат Игоря Чуликов, и завести директора по воспитательной работе 22-й школы, Ксения Евгения Егорова. Вот ребята, которые ходят к ним в студию, они помогают нам в организации. Ребята, которые занимаются детским соуправлением в нашей школе, они тоже помогают в организации. Ну и старички, которые не могут бросить общее дело, созданное годами, тоже помогают. Сейчас наша команда состоит из 20 человек. Вот. Пять из них взрослых, которые днем и ночью работают над фестивалем, и дети, которые активно помогают. Почему очень важно было вырасти в этом коллективе, в этом сообществе, чтобы сегодня стать руководителем? Одно дело, Роман Валерьевич, да? То есть тот, который это все придумал, да, но вот вы сейчас новый руководитель. Для чего нужно было узнать этот процесс со стороны, и не иначе как? Ну, во-первых, любой хороший руководитель пройдет свой путь с начальной ступени до последней. Но у меня так получилось, я никогда не планировал стать руководителем. Просто вот два года назад Роман Валерьевич предложил, давай попробуешь, я попробовал. Ну, это чтобы знать все процессы, как они устроены, и как все-таки помогать ребятам в тех или иных вопросах. Потому что я был не только руководитель фестиваля, я был руководителем технической мастерской, которая занималась оформлением сцены, звуком, музыкой, подбором света. Вот, вот, мы помогали на сцене, выставляли аппаратуру, то есть фестиваль у нас строится по принципу «дети детям», дети делают для детей, и дети делают ради детей. Вот, взрослых в этом процессе, когда у нас фестиваль, минимум, взрослые только на подготовке, и в течение смены они направляют их куда-то в лево-право, потому что у нас даже руководители мастерских – это тоже дети. Вот. Больше вам скажу, в прошлом году у нас была должность финансового директора, и это была ученица нашей школы, которая активистка, мы ей доверили ключ от сейфа, она собирала денежные средства, которые коллективу привозили, мы им организовывали питание, она собирала эти денежные средства, подбивала смету, чтобы все сходилось. Вот. Ну, наверняка за этой командой есть какой-то контроль, наставничество взрослых. Наставничество – это, да, есть, безусловно. Если мы берем мастерскую детского жюри, потому что у нас дети не только участвуют в организации процесса, но и оценивают работы, которые приезжают к нам на фестиваль, то там у нас есть экспертные жюри, которые направляют, помогают детям правильно высказывать свое мнение, их учат, как написать рецензии. Вот. Но самое главное, что в подведении итогов экспертные жюри не принимают негового участия. Итоги подводят только дети, потому что главная фишка фестиваля, что ребенку должно понравиться. Если ребенку понравилось, это самое главное. Экспертное мнение важно как и для коллектива, так и для руководителей. И кто ваши постоянные эксперты-наставники? Постоянные эксперты – Игорь Евгеньевич Сидоров, это педагог нашей школы, заслуженный учитель России. Александр Аладышев, он в этом году председатель экспертного жюри. Вот он нам помогает и наставляет нас. И актеры драматического и купольных театров, они к нам приходят, наши друзья. А что касается возраста, какой у вас регламент, какой предел и самый минимальный порог участия? Предел наших актеров, которые могут принимать участие, это от трех лет и до бесконечности. Мы ставим только одно условие, что на одного взрослого должно быть пять детей, потому что фестиваль детский, а актеры должны быть дети, чтобы постановка была действительно поставлена с детьми. Много ли уже коллективов стали постоянными участниками фестиваля? Очень много коллективов, которые приезжают из года в год, им все нравится, которые говорят, что для нас фестиваль стал родным. Один из таких коллективов – это образцовый коллектив из города Мурома «Прикосновение». Каждый год привозит к нам прекраснейшие работы, это шоу, которое делает профессионал Анатолий Никитин, с большой командой и с ребятами, которые обучаются в его театральной студии. Также коллективы из города Владимира, это коллектив из микрорайона Юрьевица, аванс сцены Элина Борисовна Финогенова каждый год к нам ездит, из Калуги коллектив, из Москвы очень много театральной студии «Дети Райка». Они к нам проезжают уже второй год и говорят, что мы будем ездить и дальше, и дальше. – Итак, на сегодняшний момент к фестивалю, который ожидается этой весной, уже все заявки поданы. – Да, заявки поданы. Мы уже обработали 111 заявок, которые пришли со всей России. Из них 26 – это учреждения дошкольного образования, и 85 – это основные участники. – Сейчас мы до 26 января ждем видеоработы, чтобы наши эксперты и члены детской жюри могли оценить и понять, кого мы допустим до основной недели. Ведь в основную неделю мы не можем уместить всех желающих. Мы можем только уместить на предфестивальную неделю 15 дошкольных образовательных учреждений города Владимира, чтобы их съездить и смотреть, и 25 основных участников, которые будут показывать свои постановки с 25 по 30 марта. – Павел, вы уже давно в «Шоколаде». За это время как поменялись предпочтения юных артистов? Что выбирают чаще всего в качестве драматургического материала? Какие темы, жанры их волнуют? – Ну, в последнее время это русская классика, все больше и больше ее начали ставить, да. Тот же самый коллектив «Прикосновения» в прошлом году она привозил. Прекрасивший спектакль «Панночка Ви». Также не забывают про зарубежных авторов, Киплинга очень любят. И военная тематика, она тоже популярна в этом направлении, потому что патриотическое воспитание в первую очередь должно быть. – Что касается зрителей. Зрители – это вся школа? Это участники или все-таки зрители могут прийти, жители города Владимира и других городов нашей области, специально, чтобы посмотреть и поддержать юные таланты? – У нас нет никаких ограничений, мы не продаем билеты, у нас абсолютно бесплатный вход, мы открыты для всех желающих, кто хочет прийти посмотреть спектакль. У нас, знаете, порой на неделе поступают звонки, можно забронировать нам места, мы бронируем и спрашивают, сколько это стоит. Особенно это волнует начальников детских лагерей, здоровительных которых при школах. Мы говорим абсолютно бесплатно, и к нам очень активно ведут детей, потому что постановки, которые ставятся, они интересны, дети смотрят за вооруженным взглядом, открыто рто, аплодируют стоя. Всем очень нравится, поэтому мы всех ждем, всех ждем. – Следующий год для фестиваля будет юбилейным. Наверняка хочется каких-то новых точек развития, каких-то векторов для вашей команды. Чего бы хотелось? – Определенно точка развития будет. В этом году мы уже взяли одну точку развития, мы подали заявку в президентский фонд культурных инициатив, выиграли грант на проведение фестиваля в сумму 850 тысяч рублей, который пойдет на проведение самого фестиваля, закупку баннеров, статуэток. В следующем году мы хотим развиться еще до большего, чтобы было не 111 заявок, а больше, конечно же, и попробовать подать грант на большую сумму, чтобы каждого участника нашего фестиваля не обделить ничем. Ну и реализовать те проекты, которые проходят в рамках проекта «Вкусные каникулы», потому что у нас не только один шоколад, у нас целое направление на каждые каникулы по своему фестивалю. К примеру, в осенние каникулы у нас кинофестиваль «Карамель», который в этом году прошел снова. К нам присылали работы из Хабаровского края, Дальний Восток, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Рязань, то есть много работ. И летом у нас планируется, даже в этом году мы планируем уже фестиваль детского творчества с таким вкусным названием, как «Мармелад». Он проводился, к сожалению, пока что один раз, но в этом году, я думаю, у нас все получится, мы его реализуем. Вот такой сладкий вечер сегодня у нас и выдался. В студии был Павел Сыров, руководитель Межрегионального фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад». Для меня всегда «Шоколад» ассоциируется с весной, не только в ее физическом воплощении, потому что он проводит в Марсе, а как-то в каком-то даже внутреннем состоянии. Я когда вхожу в мастерскую детского жюри, там постоянно такое солнце и такая ассоциация именно с чем-то светлым, именно с чем-то детским и с местным, куда хочется постоянно возвращаться. На этом фестивале чудесная атмосфера, здесь все друг другу помогают. Это замечательный коллектив, они все добрые, дружные и всегда готовы помочь. Да, это было замечательно, нас встретили очень дружно. Уже во второй раз наше поколение возвращается на этот фестиваль, мы уверены, что еще не раз вернемся. Мы из театра «Студия Авация», и наше театр «Студия Авация» уже не первый, не второй раз, а шесть раз мы сюда приезжали. Именно наше поколение, мы с Полиной приехали сюда второй раз, и когда мы сюда приезжаем, мы попадаем в какую-то сказку, из которой не хочется возвращаться, мы находим множество новых друзей. Знакомимся с новыми театральными коллективами, обмениваемся опытом. Театральный фестиваль «Шоколад» — это то прекрасное место, где я с самого начала, здесь я обрела своих самых настоящих друзей. Я познакомилась с ребятами из множества коллективов из разных городов, со всей страны. Мы ездим друг к другу в гости, они всегда поддерживают нас, а мы поддерживаем их. И на самом деле я очень благодарна за возможность оказаться среди таких прекрасных людей и стать частью «Шоколадной дружной семьи». Мы любим шоколад!